есть закрытые показы где слушайте к нам майкл приезжает следующем месяце и народ погнал по подвалам быстро писать писать майкл приезжает потом где-то собираются каждый притащил выставили майк приехал пособирал увез куда-нибудь там берлин даже выставка была я не знаю сейчас идет и не идет а раньше где русском он русские идут ежегодно в германии была выставка продажа и там даже сначала от зала арендовали а потом решили вообще они вышли на такой уровень что вообще где-то арендовали целая поля строили там выставочные залы конструкции целы и герусин комм каталоги выпускали да да у нас может быть хотя сейчас даже у нас сейчас куча галерей москва питер даже ростов куча галерей где молодые художники свои работы выставляют и люди покупают раньше вспомнив 90-х года в ростове буденовский садовая угол и плюс парк горького это что было заставлено картинами сейчас до сих пор буденовский угол картины продают художники и но если продают значит их покупают для чего то что они их рисуют клепают каждый выпуск каждый художники они там все проходят через этот угол ну и моих однокашников они все нормально работают продаются выставляются персональные выставки чуть ли не каждый год проводят то есть они тупо сидят фигачат днем и ночью для того чтобы каждый год проводят и каждый год продает нормально себя чувствует здравствуйте вы на канале вселенная beautiful world и это проект разговор о главном с вами валерия и сегодня у нас в гостях художник сергей филатов здравствуйте сергей здравствуйте валерия скажите пожалуйста что вас подтолкнуло к такой профессии как художник ну профессии не подталкивает профессия она сверху дается вот родился начал пачкать стены полы родители то увидели заметили начали помогать пачкать и в конечном итоге все это выросло в профессию в ремесло скажем так какое высшее заведение вы окончили ну заведение сложно назвать высшим хотя по годам обучения она приравнивается к высшим художественное училище имени метрофана борисовича грекова в городе герой ростове-на-дону расскажите где вы работали за всю свою жизнь марина сколько но начинал я работать еще в школе оформление школы это было но я считаю это работает потому что я уже был тогда в профессии потом художественное училище наша учеба она очень удачно сочеталась с теоретической практической частью практически все работали причем работали за деньги далее вооруженные силы советского союза там тоже в профессии все два года потом районная художественная мастерская тацинская но это недолго длилось потому что случился 91 год когда реклама еще не было наглядная агитация уже стала резко не нужно и как бы все это посыпалось вот и я все равно остался в профессии потому что начали делать мебель сначала примитивную потом начали выходить на ценные породы на массив и вот с тех пор я практически тем или иным образом нахожусь в интерьере формирование среды обитания потом 8 лет делал мебель социнке потом в ростове занимался интерьерами частными и общественными еще занимался дизайном входных групп тогда очень модно были казино всяческие рестораны и мы занимались входными группами и непосредственно интерьером начали возникать там частные кинотеатры плаза синема в ростове тогда был потом один прекрасный момент чисто случайно попал в москву и задержался там по моему лет на 15 вот в москве у меня тоже в профессии была у меня своя аэрографическая мастерская мы расписывали машины автомобили предметы интерьера потом опять занимался интерьерами ночной клуб кафе частные интерьеры квартиры дома все это непосредственно постоянно вот красной нитью сопровождалось производством мебели изготовлением мебели потом был момент когда захотелось поработать руками вернуться опять к профессии поработал полтора года в агентстве фестивальных программ это оформление народных гуляний праздниц каких-то концертной площадке сценография потом 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 опять интерьеры опять мебель и вот сейчас опять районный дом культуры художественная мастерская все приходит нам свои места почему именно мебель ну как-то вот видимо нравится мне это мне нравится создавать какие-то предметы в интерьере предметы которые можно тактильно которые попробовать которые можно визуально посмотреть которая радует глад которая радует вот я работал когда был еще жив михаил кравченко это холдинг восьмое марта вот работал у него художником конструктором мы создавали диваны вот а попал к нему ко мне обратились исходим к мебели обратились оформить международную выставку в кругу сидимом и я им сделал стенд выставочную там порядка 140 квадратных метров где надо было эти диваны разместить то есть когда должна была быть визуализация которая характеризовала бы непосредственно фабрику и непосредственно все эти диваны на этой площадке должны были работать осуществовал на тот момент существовал стереотипы почему-то все дизайнеры его придерживались то есть если это диван значит он стоит в каком-то определенном интерьере значит вокруг этого дивана начал создаваться какой-то интерьер строили стены заклеивали там декорировали как-то эти стены что-то вешали добавляли к нему какие-то там столы и журнальные столики а я пошел от обратного и долго и нудно воевал с управлением холдинга но они в конце концов поверили мы начали работать от обратного но к сожалению у меня была вообще идея самый главный диван холдинга который больше всего приносит прибыли который больше всего продается был такой диван редфорд ну наверно сейчас еще есть кожаный он сам по себе самодостаточен к нему интерьер не нужен он сам по себе предмет искусства его надо смотреть со всех сторон то есть у него и задняя часть отработана со всеми строчками все как положено и и у меня была идея вообще сделать поворотный стенд который вращался бы огромный шатер который бы заставлял у людей включать любопытство им хотелось бы в этот что же там такого запрещенного что от нас прячут они должны в этот шатер заглядывать а там дырки такие в шатре нарезаны они должны в эти дырки смотреть а в центре шатра софиты и крутится один диван вот это было бы пушка ну естественно на это никто не мог пойти потому что диванов 25 сезон в коллекцию заводится и все надо показать поэтому пошли от обратного не стали строить стену создавать какой-то интерьер вокруг этого дивана а центром был диван и нужны были всего лишь нас его конструкции которые должны были на себе нести источник освещения потому что кожа она работает не так как допустим велюр или другая другой материал кожа работает только на мягком свете если сильный светом начинает бликовать и форму теряет но это долгий рассказ и тут как 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 понятно объяснить предмет любой абсолютно если он прошел через руки дизайнера промышленного он сам по себе это уже предмет искусства вот когда гайка обычная гайка вот если ее одну на красивой бархатке с определенным освещением выставить и сфотографировать под определенным ракурсом она уже предмет искусства а в магазине в лотке это вот фитинг или как это называется да фитинг который навес продается можно крутить выкидывать и так далее там подобное поэтому все зависит от подачи как подать этот предмет предмет может быть какой угодно даже даже отвратительно сам по себе но если его подать красиво то это уже предмет искусства на который будут обращать внимание и покупать за большие деньги как научиться подавать предметы вот смотри как ты учишься подавать себя у тебя есть зеркало ты сложила у себя в голове свой образ определенный вот сегодня я хочу в таком образе быть завтра хочу в другом образе быть то есть ты заранее продумываешь да все этапы как себя подать что одеть какой макияж какая прическа точно также подается любой предмет просто надо остановиться вникнуть в этот предмет стать этим предметом ну и надо как минимум иметь какой-то определенный опыт потому что вот допустим когда мы еще когда будучи студентом нас прямо ругали когда полгода учишься и через полгода у тебя просмотр надо все свои работы там тебе отводится какой-то определенный кусок стены аудитории тебе надо все свои работы подать и и нас заставляли если плохо если плохо работает подано если плохое паспорту если не не аккуратно некрасиво все это висит то есть это идет определенную ну как тебе сказать все складывается из мелочей по существу мелочь это хоть и маленькая но она составляющая чего-то большого вот эту мелочь выдергаешь и большое рушится все складывается из мелочей абсолютно и к мелочам надо быть очень внимательно потому что там дьявол кроется я вам всегда в мелочах понимаешь вот так не учишься не спеша потихонечку потому что можно подать не так как хочешь или увидят не то что ты хотела подать это очень тонкие моменты материи я недавно прочла что каждого любого человека можно научить рисовать правда ли это в какой-то степени да причем помощников очень много мы опять про редактора говорим нарисовать можно научить терпение и труд все перетрут потому что ну что такое рисунок рисунок это определенный слот правил есть предметная плоскость есть картинная плоскость есть законы перспективы точка схода линия горизонта ну а дальше так что там гена геометрия тригонометрия и пошло-поехал следующий момент начинаем обрабатывать все это накладывать включаются другие законы тень полутень падающие собственной и если ты знаешь все эти законы ты в принципе можешь нарисовать что-то и довольно профессионально ты станешь профессиональным рисовальщиком владеешь этим ремеслом и будешь профессионально рисовать и и люди которые вот я себя художником не считаю художник это немножко другое я ремесленник но к сожалению в трудовом законодательстве записаны как художник-оформитель и у меня в дипломе то же самое художник-оформитель моем понимании художник это немножко другое вот сразу перескочу на другую тему допустим приходим на выставку есть категория людей которые ходят по выставке говорят фу мне это не нравится и вот это не нравится как никита сергеевич хрущев говорил это кослы тут хвост ослиными хвостами понарисовали гомосексуалисты всякие я не могу себе такого позволить по одной простой причине любое творчество абсолютно любое вот у тебя шнурки завязаны не так как у всех это уже творчество оно вызывает уважение любой труд которому подошли творчески и творчески его исполнили он заслуживает уважение абсолютно любой придя на выставку и лицезрея какие-то работы я не могу сказать что мне нравится или не нравится я могу сказать что что-то я понимаю а что-то не понимаю потому что может быть я не дорос в своем понимании чтобы понять работу этого художника но если он это сделал он так чувствует он так видит это его внутренние потом не всякий художник выставляется существует ну раньше это называлось выставком они сейчас существуют но чтобы человек начал выставляться и на него ходили люди существует определенная когорта коллег которые скажут друг не позорься не надо не выставляйся а есть которые за уши тянут дружище давай выставляйся ты что это должны все видеть люди должны тебя знать в лицо поэтому вот я не художник к сожалению а может быть к счастью говорят художники они все алкоголики и тунеядцы испытывали ли вы творческий кризис постоянно когда работа сделана наступает так называемый творческий кризис потому что в процессе работы кажется что делаешь правильно наверно пути но а когда работа сделана все время приходит такое некое чувство разочарования кажется что можно было сделать и не так гораздо лучше гораздо интереснее поэтому творческий кризис это нормальная составляющая в творческой профессии я так считаю это мое мнение как проходит ваш рабочий день кофе диван карандаш стол ну как всегда по разному я не на конвейере он может начаться когда угодно и не на конвейере он может и закончится когда угодно нет привязанности четко ко времени это в творчестве так и должно быть есть поставленная задача есть цель все средства хороши и время здесь его всегда мало что вам больше нравится натюрморт портрет или пейзаж мне нравится графика и причем графика скорее всего архитектурной направленности предметная скажем так неодушевленная натюрморт пейзаж ну это жанровое направление когда-то я этим занимался в моем ремесле это сегодня меньше всего необходимо с какими художниками вы хотели бы встретиться ну уже не встречусь ну может быть когда-нибудь встречусь но сейчас нет расскажите пожалуйста что вы любили рисовать в детстве в детстве любил рисовать войну как и все вдохновляет 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 ну помимо хлеба насущного вдохновляет скорее всего ну и не знаю как раньше раньше да раньше наверное вдохновляли свои какие-то нереализованные амбиции хлеб насущные сейчас все больше и больше вдохновляет количество оставшегося времени хочется сделать именно больше и что-то оставить после себя не просто сделать и забыть а чтобы это осталось и после меня другой художник придет у него какой-то есть уже в помощь какой-то подспорье вот этого хотелось бы оставить что-то детям внукам вот этого до хотелось бы интересно ваше мнение о том как с помощью искусства можно влиять на политику я даже не знаю есть у меня такое мнение ну наверно можно наверно можно мне кажется а хотя до революциям они помогали хорошо особенно наши такие как ротченко они помогали строить новое государство и формирование личности нового человека даже маяковские они работали вместе в окнах роста и да в политике они преуспели революция это очень плохо на самом деле но я когда учился мы даже дежурили это поскольку мы оформители студентами мы дежурили даже в райкоме партии пролетарском в подвале тоже была мастерская для художников специально для нас сделано и у нас были дежурства по два студента мы дежурили в подвале потому что срочно что-то надо сделать написать транспарант плакат или еще что-то или еще что-то вот это было для пропаганды я через это проходил через все потом она эта пропаганда она была в армии поднятие боевого духа советского солдата не просто солдата отечества а советского солдата молодежь она всегда была подвержена к переменам здесь и сейчас никакого завтра прям сейчас хочу и все помогает ли вам в вашей работе интернет интернет сейчас помогает в любой работе моей наверное прежде всего потому что в нынешней ситуации посещать выставки подпитываться профессионализмом коллег возможности нет поэтому все это благополучно заменил нам интернет мы можем побывать в любых музеях посмотреть на любые работы как современных так и старых мастеров поэтому да и очень много в социальных сетях очень много новых друзей коллег по профессии которые ведут активно свои блоги выставляют свои работы наверное тем самым сколачивая себе аудитории ну и непосредственно клиентов которым свои работы продавать конечно помогает интернет великая вещь за ним будущее единственное но это вот в нашей профессии люди перестают работать руками я имею ввиду ручными инструментами такими как кисти карандаш какие-то техники живописи рисунка люди начинают работать в редакторах вот это конечно очень плохо и нынешнее образование она в отличие от старого она практически с первых курсов начинают людей учить работать в редакторах photoshop архикад и так далее тому подобное и когда бывает были у меня несколько встреч там и по работе и люди на практику приходили ребята молодые основ построения даже нет у людей люди начинают карандашом делать какие-то наброски и начинают и делать в обратной перспективе то есть вот выходит человек с дипломом дизайнер интерьера человек который должен моментально делать скетчи наброски чтобы при беседе с клиентом заказчиком непосредственно можно было в двух словах ему объяснить как ты видишь клиента и в каком интерьере в окружении как сформировать среду обитания этого человека люди начинают рисовать и никто этого не понимает потому что они рисовать практически не умеют вот это вот один из нюансов которые оказывают плохую помощь в этом ремесле все-таки классическое образование но было хорошо тем что она сначала давала основы азы а потом постепенно каждый уже для себя решал или он остается в танковой живописи или он переходит работать в редакторе и занимается интерьерами или еще чем-то или промышленная графика или иллюстративной графикой то есть выбор большой но основа должна быть всегда одна классика жанра надо начинать те же самые наброски вот все говорят зачем наброски я себя помню студентам когда нас заставляли этим зоопарк делать моментальные наброски животных было непонятно зачем столько времени на это тратить оказывается что для художника самое главное это зрительная память ты увидел и ты сразу пропорциях все запомнил то есть сфотографировала потом твоя память она просто водой руки автоматически повторяют твою память все что она увидела и животные как раз дают возможность они все время в движении не посадишь в определенную пользу скажешь замри сейчас подожди еще раз повернись еще добавлю ты должен характер животного ловить он все время в движении это тренировала зрительную память спустя много лет я могу кататься на машине по городам и весям я не запоминаю название улиц но я через десять лет поеду этим же маршрутом я буду помнить какое там было дерево какой там был дом я даже не помню населенный пункт а чисто интуитивно по зрительной памяти вот она она осталась она работает а что у нас там с интернетом что-то было интернет великая вещь да но она мешает в большей степени мне потому что вот я ремесленник я не могу себя назвать художником художник это человек который изнутри выражает свое ощущение миром в котором он живет вот ему интернет не нужен как правило люди которые этим занимаются они не пользуются в принципе практически они не смотрят телевизор то есть им визуализация внешняя навязанная она им не нужна они визуализацию свою выдают и потом когда мы смотрим на их работы мы пытаемся понять что он нам хотел этим сказать почему нарисовал так а не иначе поэтому в данном случае где-то помогает но в большинстве своем мешает и потом интернет такая штука еще не хорошая нам есть как мне кажется очень много лишней информации тебе выдают интернет понятно что там реклама навязчивая яндекс или там google они отслеживают твои поисковые запросы и потом ты постоянно яндекс дзен да там выдает это мешает забирает твое время и формирует не ты сам формируешь свое отношение а кто-то формирует твое отношение потому что тебя окружает и люди у нас становятся все одинаковы все одинаковы все девочки с одинаковыми губами с одинаковыми прическами нету индивидуальности все делают одинаковые селфи абсолютно в одинаковых позах в одинаковых вещах я помню советские времена когда у нас был страшный дефицит и мы все жили в одинаковых квартирах с одинаковыми стенками с одинаковыми диванами с одинаковыми коврами очень было выразить свою индивидуальность и люди и пытались выразить там в книгах знаниях люди занимались какими-то придумывали себя какие-то хобби там были рыбаки и охотники кто-то в гаражах что-то выдумывал сейчас уникальная возможность быть индивидуальным но опять эта индивидуальность сходится к моде несколько раз задавал вопрос тем же самым девочкам вот есть два слова мода и стиль хочешь тебе задам модный человек может быть стильным а стильный модным возможно вот смотри человек стильный вкусом обладает но если он стильный почему не всегда вот человек модный не всегда потому что он потребитель моды есть вкус нет он берет модную вещь он уже модный а вот в стиле быть это намного сложнее вот тут нужен вкус чтобы стиль соблюдать от начала и до конца надо иметь вкус так вот человек стильный он может быть и стильным и модным и вкус иметь а вот человек модный он просто модный вот сегодня модная завтра чуть-чуть опоздал от моды отстал и уже не модный и еще не стильный но уже не модный потерялся надо быть индивидуально надо искать себе какое-то зерно это зерно холить и лелеять заращивать для того чтобы быть интересным людям чтобы люди тянулись есть же такая пословица будет проще к тебе потянутся люди сейчас модным хобби стало блогерство смотрите ли вы каких-нибудь блогеров на это ну конечно конечно из царствования местно был такой мотоблогер болт в прошлом году разбился к сожалению но я на протяжении наверно лет трех или четырех смотрел его выпуске при великим удовольствием далее где-то в две тысячи восьмом или девятом году я начал переходить на продукцию apple я начал смотреть такого блогера как валентин петухов он как раз только начинал вести свой блог на него подписался и велся ком и вот с тех пор благополучно его смотрю интересный блогер очень интересно смотреть его развитие за определенный промежуток времени чего человек достигает как он вырастает кем становится ну надо ему дать должное что валентин петухов из худенького мальчика зрелого мужчину превратился но не изменил свои сути то есть вот остался таким же человеком по моим воспоминаниям из и из путешественников так называемых выживальщиков люблю смотреть адвоката егорова интересный блогер ведет свой блог очень много интересной информации по металлу по закалке ножей он там создает делает свой инструмент он строит свою избу в тайге придумывает разные приспособления по выработке электричества закачки воды ну в общем такой инженер потом нравятся блоги по велосипеду есть такой украинский блогер по-английски звучит боюсь произносить вдруг неправильно будете смеяться но в общем украинские блогеры они по-моему по-моему они из низки его а из харькова до из харькова так что еще смотрю смотрю архадыра это такой прибалтийский он русскоговорящий вообще русский человек живет в прибалтике человек коллекционирует ножи узнать все про ножи мне нравится эта тема его смотрю рассказывает ну и плюс еще смотрю по необходимости ну я не скажу что их отслеживают творчество ну просто в поисковике забиваю смотрю там по обслуживанию машины какие-то моменты там по строительству по краскам вот какие-то такие вещи а а вот из таких которых я запоминаю периодически отслеживаю про политику не будем говорить ну из политиков я смотрю практически только одного человека анатолия шария больше никого то его творчество тоже отслеживаю мы как бы еще это вот то что касается youtube блогеров на из еще у нас есть блогеры инстаграм на в инстаграме есть у меня такой знакомец алексей стишак парень из украины из украины не знаю как правильно говорить не заморачиваясь в общем свое время приехал в москву вместе с братом строителем обычным и открыл себе помогли заказчики открыть в себе вот этот талант к декораторству и человек начал искать себя в этой стезе парень делал великолепные вещи кожи галантерии из натуральной кожи причем его вещи расходились на ура в драку платили неплохие деньги он делал сумки допустим ремни и сумки какой-то бижутерии украшения также он проявил себя очень хорошо в интерьере очень сильный декоратор работает и в мозаике и в древесине и в лепнине создает неплохие даже ну не неплохие отличные интерьеры переехал он из москвы в ура алтайск а сел там вместе со своей семьей и его очень хорошо печатают в японии на японцам очень зашла зашел его стиль работы и не периодически издают журналы где несколько разворотов работы алексея стишака это вот то что касается инстаграма это что по профессии есть еще леонид ким он сейчас живет и работает в москве выходец из ростова тоже закончил грековское училище и нашел себя на поприще барельефа сейчас в москве создал огромную мастерскую ведет мастер-классы берет очень хорошие заказы и работает в объеме барельефе в каких-то абстрактных плоскостях в общем ломает привычный нам интерьер он пользуется успехом очень хорошим но это вот то что касается инстаграма вот ну наверное все так вот на скидку больше не хотят много много есть еще есть еще коллега из волгограда анюта неплохой у нее блог в инстаграме хорошие работы неплохие работы но лучше всего она их подает потому что в этом деле можно сделать какую-то уникальную вещь но не подать ее ее уникальности никто не видит почему на выставках немаловажную роль занимает экспозиция как работы будут размещены какой будет свет и как работы будут оформлены очень немаловажная вещь потому что работа допустим графика может быть великолепная графиком она на простом листе и кнопками к стене закреплена и никто ее не увидит но если работа будет с паспорту грамотным правильно исполненным по формату то работа сразу вылетает на несколько позиций вперед сохранились ли у вас старые работы ни одной ну наверно что-то где-то сохранилось но это у родственников у моих наверно тетушек дядюшек мамочек папочек что-нибудь да сохранилась лично у меня нет я вам говорю что художник это немножко другое профессию оформителя декоратора да конечно конечно стоит потому что ну опять же понимаешь но ты элементарно да у тебя есть определенный зал который тебе надо какому-то празднику подготовить тебя четыре года там или пять лет учили как работает пространство ты разрабатываешь сценарий как у тебя публика в какие двери заходят в какие выходе как она движется по этому залу влево вправо по часовой часовой ты полностью сценарий этот разрабатываешь план делаешь и потом от плана начинаешь поднимать стены на эти стены декорируешь эта профессия она должна быть должна быть другой день профессия художный это художник это не профессия это не профессия художник художник это вот как академик это же не профессия физик я держит там академик какой-нибудь там российской академии наук. Это уже не профессия. Это уже какой-то социальный статус человека. Биоген в бочке был. Трудно его назвать философом. Он практически уровня Бога достиг. Сергей, спасибо за интересную беседу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео в соцсетях. До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok